Сегодня мы поговорим о лазерной резке и гравировке. План рука такой. Мы обсудим, какие материалы можно резать и гравировать. Во-вторых, поговорим о требованиях к макетам под лазерную резку. В-третьих, создадим макет новогоднего шара с надписью. Если вам интересны эти темы, то оставайтесь со мной. Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас в школе графического дизайна. Что же режет лазер или лазерный гравер? Ну, во-первых, это металлы, рукстекло и пластик различной толщины, картон, фетр, кожа и кожзам, древесина. И на слайде, как вы видите, у меня древесина еще расписана. То есть это и пробка, и фанера, и ценные сорта дерева. Так что почитайте. Ну и, собственно, основные требования к файлам для лазерной резки. Во-первых, макет должен быть в масштабе 1 к 1. Файлы должны содержать только предназначенные для резки векторные объекты. То есть никакого лишнего мусора. Только-только, возможно, если это на вашем производстве позволительно, можно какие-то сопроводительные надписи. В-третьих, недопустимо использовать в файле растровые объекты. В-четвертых, все элементы предназначенные для резки должны быть переведены в кривые. Все контуры замкнуты, построены по минимальному возможному количеству точек, без заливок. Дальше пункт не допускается двойной линии пересечения, формирование изображений толщиной кривых. Следует толщину перевести в объект. В-седьмых, учитывать рабочее поле лазера. Под звездочкой написано, что минимальная толщина объекта зависит от материала. То есть понятно, что фанера – это один размер, а металл – это другой размер. В своем макете, который я буду сейчас делать прямо перед вами, у меня нет никаких эскизов, есть только задумка в голове, я, естественно, постараюсь учесть все требования и проговорить, чтобы вам было понятно. Ну что, вперед! Во-первых, макет мы делаем один к одному. Я хочу сделать новогодний шар. Для этого в основу я беру круг, с контуром нарисую эллипс. Допустим, у нас размеры в миллиметрах, но давайте поставим для ровного счета 100 миллиметров, то есть это 10 сантиметров. Достаточно нормальный размер. Зажат у меня здесь вот замочек и оставлю сток. К тому же немножечко он будет побольше, потому что задумка у меня здесь сделать бант. Вот исходный объект, от которого мы будем плясать. Хочу нарисовать свободной линией бантик. Вот здесь бант большой. Для этого давайте, как раз у меня там прописано требование, что мы делаем минимальное количество точек. Я беру инструмент «Свободное рисование», «Свободная форма». И вот здесь стоит у меня заглаживание 100, но я поставлю сглаживание на ноль. Вот смотрите, я рисую какое-то подобие банта, ну половиночку, естественно. И видите, что получается, что контур, вот какая ерунда, да? То есть, естественно, такой макет не подходит, и вообще такая линия не подходит ни к чему. Поэтому я это убираю смело, ставлю обратно 100% и делаем красивый. Зажатая левая клавиша, я рисую что-то похожее на банту. И теперь инструментом формы, это вторая стрелочка, мы, конечно, будем его редактировать. Для этого я поближе его вам покажу. Немножечко развернем и будем над ним работать. Ну, собственно, вот этот выход нас интересует за круг. Мы сегодня коснемся пока только резки. Гравировка, как вы понимаете, это внутренние рисунки, а резка – это именно контур. Поэтому мы пока оставим вот такой вариант. Может быть, немножечко его сделать. Вот сюда побольше выход, чуть повернуть. То есть, обращаем внимание на то, что выходит за круг. Дальше я хватаюсь вот за этот маркер, зажимаю Ctrl и одновременно правую клавишу. Вот мы отзеркалили. Давайте с Shift сгруппируем, с Shift выровняем по кругу. Для этого я вот нажму эту кнопочку и здесь у нас будет с вами Ellipse. Его тоже нужно сделать, естественно, с Shift. Наверное, не сказала, но макет у нас будет особо не дизайнерский. Я вам показываю просто все принципы, которые нужно учесть, чтобы подготовить хороший макет для резки. Вот изначально можно было нарисовать бант. Чуть другой, но не суть. Я его на всякий случай скопирую. Теперь, внимание, мы берем, выделяем вместе и сливаем. То есть, нам надо получить единый красивый контур. Смотрим по силуэту, достаточно симпатично получилось. Кстати, давайте вернемся. Я еще продублирую вот с Shift вовнутрь кружочек, который будет дырочкой. И одновременно плюс поставлю. То есть, сейчас я что делаю? Снова выбираю с Shift внешний Ellipse, бант, сам шар и снова сливаю. Теперь мы прямоугольником нарисуем вот здесь расстояние. То есть, здесь я хочу сделать, прервать наш круг. Но, естественно, чтобы у нас... Представляете, что это будет вырезано, чтобы у нас не разлетелись одна частичка другой, сделаем здесь текст. Вот сейчас самое внимание обратить на текст. Набираем с Новым годом. Пока сделаем единым объектом, потом будем компоновать. И подберем шрифт. То есть, естественно, нам нужно шрифт, скорее всего, какой-то урокописный, либо каллиграфический, чтобы у нас буквочки были соединены одна с другой, ну или будем соединять их уже с шаром. Я предварительно подумала, что... Возьмем лобстер. И давайте посмотрим на него внимательно в каркасе. То есть, смотрите, лазер, он прорезает все вот эти вот штуки. Это нам нельзя допустить. То есть, вот-вот-вот это все будет резаться. Что для этого я сделаю, чтобы убрать все эти ненужные нам вещи? Для печати, конечно, это без разницы, но для резки нам, естественно, нужно, как я сказала, преобразовать. А первым делом нажимаю правую клавишу, преобразовать в кривую. И теперь разобрать. То есть, разбираются все контуры. Смотрите, что у нас получилось. Давайте на примере буквы О. У нас есть объект, который внешний контур. Его сейчас мы отправим shift-patch-down на дальний план. И есть контур, который был дыркой. А нам нужно сделать единое. Вообще, конечно же, мы сейчас давайте разберемся в каркасе. Я сейчас хочу все вот эти внешние контуры, которые заходят один на другой, слить в единое целое. Вот здесь вот некрасиво. На самом деле, нет. Это все обыграем сейчас. То есть, смотрите внимательно, я беру в шестом внешние контуры. Shift-shift. И сливаю в единое целое. Видите, у нас пропали. То есть, были отдельные буквы, стали единым целым. И то же самое. О с shift-D. Буква О. М уже здесь слита. Сливаем. И нам, конечно же, нужно с вами, вот чтобы эти внешние, внутренние контуры, они сейчас лежат, вот я их поместила на дальний план, чтобы стали они дырочками в этих буквах. Я для этого выбираю вместе. И делаю вот это объединение. То есть, я пока G отдельно. Вот это слово тоже. Часть слова тоже отдельно. N отдельно. Вот эта часть сливается. S тоже у нас отдельно. Теперь мы будем примерять это слово на шар. И, естественно, по требованиям, у нас должны быть, они сделаны контуром, без заливок. С shift-D, задний, минус, передний. И сейчас будем мы с вами крепить сюда слово. Переносить, скорее всего, его как-то. Давайте сейчас будем колдовать. То есть, понятно, что S и N и вот это слово должно быть как-то крепиться. К внешнему краю, это, естественно, иначе у нас буквочка M не будет держаться. Наверное, будет смысл сделать здесь какой-то неровный контур, чтобы у нас O зацепилось, M стало единым целым. Годом крепим к низу. И каким-то образом тоже совмещаем. Повторюсь, у меня макет не был готов предварительно. Я сейчас при вас решаю, как мне это лучше обыграть. Чуть-чуть поменьше. Сейчас мы вот эти линии... Давайте S, например, побольше сделаем. Нужно же их поедельно. S, N и G взять. И сделать крупнее. Вот такой вариант, кстати, сверху очень даже получился. Пришлось бы что-то все равно подобное делать. Сдвигаю с контуром. Сейчас давайте попробуем вот эту линию переродить в кривую. И поиграть усиками. То есть мы сейчас порисуем красивый край. Который нам позволит обыграть немножко наши вот эти буквы. Но потом N сделаем S в крупней. И то же самое с нижней частью. Тоже перерождаю в кривую. И рисую либо параллельно, смотрите. Либо какие-то, может быть, линии будут не параллельны. Не знаю пока, как это лучше изобразить. Так, ну и давайте будем крепить буквочки к нашему шару. Так, это, наверное, где-то здесь. Это, я думаю, с заходом сюда. И O надо красиво-красиво поставить. Чтобы не слилось, и в то же время был хороший заход сюда. Так, V зашло сюда тоже неплохо. МК, в общем-то, тоже зашла. Ну и будет держаться на, собственно, буквах. Ну что, и годом. Очень даже у нас получается симпатично. Мне нравится. Сейчас надо подумать, насколько будут жесткие вот эти вот края. Может быть, поставить сюда сразу M. Потом поколдуем еще вот с этой вот точкой. И буква G. Буква G сделаем тоже чуть крупнее. И сольем ее с буквой Y. Так, смотрим вот этот вот, вот это местечко. Красивое соединение. Да, хорошо. И немножечко сделаем годом тоже крупнее. Друзья мои, сейчас нам нужно сделать слияние. То есть я сейчас беру надпись, беру наш шар и делаю слияние. То есть все, ушли у нас все вот эти зазоры. Дырочки будут дырочками. В общем-то, получилось замечательно. А здесь разберемся с точками. Так, вот это я, наверное, просто уберу. Вот это подниму повыше. Это можно так. Так нельзя. Смотрим, смотрим. Так, давайте в каркасе. А вот это просто вытянуть сюда усик. Чтобы гладенькая линия была. Все отлично. Здесь тоже не очень красиво. Да, вот смотрите, как у нас получилось. Что мы можем сделать сейчас? Я сделаю, наверное, следующее. Нарисую дополнительный объект. Это будет незаметно. Здесь контуром. Здесь солью вот так. И с шифтом слить с нашим общим контуром. Вот здесь точки. Сейчас мы их тоже. Ставлю инструмента форма дополнительную точку. Это убираю. Этот у нас уголочек должен быть острым. Вот так. А это можно прямо. Так, проверяем еще на приближение. Здесь хорошо. Надо, кстати, было у Д. Дырочку сохранить. Здесь дырочку сделать. Сейчас вернуться мне, наверное, уже не стоит. Далеко уже я ушла. Не забывайте сохранять. Я снова напишу этим шрифтом букву Д. Так, строчную, строчную лобстером. Подберу размер. Давайте сделаем уже вид расширенный. Например, красный контур и без заливки. И оставлю одну дырочку. Так, сейчас по размеру подберем. Подберем. Преобразуем в кривую. И разделим. То есть нам нужен только контур, который обозначает нижнюю дырку нижнего выносного элемента. Здесь все совпало. Здесь, собственно, можно немножечко пониже ее опустить. Так, чтобы длиния была продолжением. То есть шрифтом я сейчас вырезаю дырочку из общего нашего сложного контура. Ну, здесь можно, я думаю, тоже немножко где-то даже его так сделать. Ничего страшного в этом нет. Так, и нам еще нужно вот эту дырку вырезать. Задний минус передний. То есть, смотрите, друзья, вид расширенный. То есть общий контур. Вот я правой клавишей получился с дырочками. Но еще одно требование. Сейчас на примере покажу. Нам нужно все линии переродить в объекты. Допустим, я хочу сделать какие-то звездочки. Звездочки я нарисую, ну, например, хорошей толстой обводкой. Вот у меня есть обводка, допустим, 2 миллиметра. Сделаю концы линий круглые. Вот у меня даже, наверное, потолще можно сделать. Для примера, почему бы и нет. Вот, например, у меня самая-самая простая звезда. Повторюсь, это для объяснения. Я с контролом и правой клавишей дублирую. Шифтом можно сгруппировать. И с шифтом повернуть еще на раз. С контролом. Она у нас сделана, как вы поняли, линией. То есть в каркасе, видите, что получается? Лазер режет, как в каркасе. Поэтому нам нужно, подобрав в макете предварительную толщину, давайте все-таки сделаем поизящей, наверное, ее. Это 3 миллиметра для резки неплохо. Разгруппируем. Идем упорядочить. Преобразовать абрис в объект. То есть, смотрим, в каркасе была направляющая вокруг нее толщинка, а стала объекта. Объекты нужно нам, как вы понимаете, объединить. Поставить на нужное место. Наверное, по центру. Ну и, собственно, вырезать. Вот, смотрите, у нас вырезать из... Давайте еще продублируем. Вырезать из шара. Задний минус передний. Вот, собственно, наш макет готов. Друзья мои, мне хотелось бы, естественно, увидеть ваши макеты. Поэтому, пожалуйста, отправляйте мне их в ВКонтакте. Не забывайте ставить лайки и возникающие вопросы писать под видео. А с вами была Наталья из школы графического дизайна. Всем пока!